анастасия то есть внешне иллюзорно как бы сохраняется максимально возможная степень индивидуализации людей и вроде есть у человека свобода выборов получения информации например слушать радио читать газеты журналы смотреть разные каналы по телевизору а потом обсуждать это с другими людьми или уделять внимание разным сообщениям развлечениям в интернете но выходит что в реальности свободы как таковой нет и все это есть всего лишь иллюзия индивидуализации по сути выбирая что-то из предложенного цивилизации человек подключается к искусственно созданному информационному полю которое можно сказать на ровном месте формирует массу ведь большинство людей так же как и он смотрят одни и те же каналы по телевизору читают те же газеты слушают тоже радио заходят на одни и те же сайты общаются в социальных сетях в интернете и степень направленности активности такой массы постоянно отслеживается и контролируется с помощью тех же рейтингов телевизионных каналов наибольшей посещаемости сайтов популярности в прессе тех или иных статей и так далее но это же самая настоящая массовизация психики которую раньше практиковали шаманы с бубном маги с помощью обрядов и им подобные ведуны перед публикой только сейчас все тот же древний механизм воздействия на сознание человека осуществляется с помощью новых инструментов и в более глобальных масштабах но принцип это те же ведь сначала аудиторию обеспечивает определенным набором информации создают единую систему ее восприятия массами единые установки ценностные ориентации современный коммуникатор транслирует сообщения которые вызывают ту же сугестию оцепенения некритического подражания и слепого подчинения то есть общее для аудитории эмоционально-психологическое состояние в конечном итоге это приводит к организации определенного шаблона мышления и поведения сформированного данной информацией человеческой коммуникационной массы и направление ее внимания а значит и действия в запрограммированном направлении причем незаметно для индивида который входит в состав этой массы Ригден совершенно верно это известное с древности воздействие на сознание человека только используемое ныне в принципиально новом качестве и глобальное его отличие в том что в искусственном информационном поле транслирующем через людей проводников волю животного разума при всем разнообразии информации стимулирующей животное начало в человеке выбора у индивида фактически нет для личности это тупик в духовном развитии сколько бы информации человек не получил из этого источника ибо вся эта информация будет концентрировать его внимание на пролонгирование жизни животного разума а вот в искусственно созданном в человечестве информационном поле ибо получая истину благодаря ее тиражированию в чистом виде такими людьми через все тоже искусственное информационное поле любой человек получает возможность познать себя стать наблюдателем от духовного начала то есть подключиться глобальному информационному полю которое по своей сути ни в какое сравнение не идет с ограниченным искусственно созданным в материальном мире информационным полем человечества а значит человек будет способствовать духовному росту своей личности ее качественной духовной трансформации в новое существо и в этом ключевая разница Анастасия вы совершенно точно сказали ограниченное искусственно созданное информационное поле через СМИ в первую очередь телевидение интернет для массового сознания создается активно поддерживается и культивируется миф который формирует определенное мироощущение создает установки и в своем разнообразии способствует взаимоусилению информации этот миф закрепляет в сознании индивида по сути вымышленные причинно-следственные связи между реальными объектами порождает легенды о событиях и публичных личностях прошлого и настоящего формирует формирует или преподносит в готовом виде вымышленную модель отношения к действительности это осколочное знание о мире но поданное в красивой обвертке такого мифа у масс порождает иллюзию всеобъемлющего знания о мире и тех событиях которые происходят у них срабатывает тот же принцип ложного восприятия что и у публики на сеансе у фокусника я видел значит это правда хотя по факту люди самостоятельно даже не анализируют полученную информацию не утруждают себя пониманием причин кому и зачем это нужно чтобы массы уделяли этой информации свое внимание зацикливая его на таком узком спектре материи трехмерного мира при всем внешнем многообразии информации на самом деле людей отучают думать самостоятельно перестраивая восприятие и мышление аудитории на свой лад чего только стоит клиповый характер потока разных сообщений где преследуется главная цель эмоционально возбудить привлечь внимание к тому или иному сообщению Ригден я бы сказал точнее здесь главная цель не привлечь а отвлечь внимание человека от его внутреннего духовного развития к тому же если посмотреть на все разнообразие сегодняшней информации то в ее основе можно увидеть единый материальный корень и активирование в человеке желаний животного начала где все построено на том чтобы вызвать конкретные эмоции и сформировать определенное мышление толпы под перекрестным воздействием различных источников информации Анастасия действительно если человек пребывает на волне животного начала то по сути выбора у него нет так как он даже не осознает что является объектом внешних манипуляций и воспринимает навязанные ему образы и мысли как свои собственные идеи не задумываясь об истинном источнике их происхождения а когда человек является наблюдателем от духовного начала ему есть чем сравнить у него действительно появляется выбор он понимает как воздействует на него животный разум что такое духовный мир как быстротечна жизнь как важно личное духовное самосовершенствование в ней Ригден да все так и есть многие люди к сожалению даже не задумываются откуда у них возникают те или иные мысли почему они отдают им внимание и поддерживают в себе жизнь тех или иных программ кому и зачем необходимо сделать так чтобы большая масса людей в числе которых как Саринка и ты увидела тот или иной впечатляющий сюжет фильм шокирующее сообщение прочитала эмоционально насыщенную статью люди не задумываются о первоначальном источнике что несет в себе данная информация и кому она служит на самом деле что вообще глобально стоит за тем или иным искусственно созданным информационным полем которому человек уделяет свое внимание растрачивая на него ценное жизненное время приведу простой пример из жизни современной среднестатистической семьи которая вечером отдыхает дома после трудового дня каждый, как правило занят своим информационным развлечением одни сидят в интернете уделяя внимание сообщениям играм, развлечениям которые больше всего их волнуют и захватывают внимание достаточно посмотреть официальную статистику и наименование сайтов наиболее массовых посещений чтобы понять какие крючки животного начала до сих пор удерживают внимание людей формируя определенного типа массу со своими характеристиками другие члены семьи слушают, например, музыку испытывая соответствующие этой мелодии эмоции третьи смотрят телевизор сопереживая героям фильмов передач мысленно принимая участие в виртуальном действии четвертые заняты домашней работой но также прокручивает в мыслях информацию например, о психологически затронувших их моментах событиях дня новостях подчеркнутых из СМИ или о текущих личных проблемах но абсолютно у всех перечисленных одинаково максимальный захват внимания своим увлечением которое по сути имеет материальный вектор и связано с силами животного разума фактически все эти занятия пусты это информационное отвлечение уничтожающее жизненное время а жизнь как вода в руках иссякает быстро вроде человек и плохого ничего не сделал но и хорошего от его существования тоже ничего нет жизнь по содержанию в конечном итоге оказывается пустой как колос на ветру который потрепал ветер туда-сюда да он изгнил на корню так и не дав духовного плода так и здесь все как колосья отвлечены внешней информацией от своего духовного развития сознание людей становится настолько суженным зацикленным на той или иной эмоции мыслях от животного начала что никто в эти моменты даже не задумывается о духовном не говоря уже о том чтобы серьезно работать над собой а ведь духовное развитие и является самым главным жизни любого человека смыслом его существования человек эмоционально сопереживает уделяет много внимания пустой иллюзии которая ничего ему не дает так как она не обогащает его духовно зато эта иллюзия выкачивает эмоции силу и сформированы ею массы людей все что индивид получает после того как экспансивно навязчиво порывисто эмоционально не сдержанно поучаствовал в этом иллюзорном представлении для психики масс это опустошение усиление мыслей эмоций и желаний от животного начала по сути я для души таким образом сформированная масса людей увлеченная той или иной информационной иллюзией которая вводит каждого индивида в своеобразное иллюзорное забытье и игнорирует любой намек на его духовное развитие незримо находится под контролем и управлением животного разума люди каждый день неосознанно отдают ему свою жизненную силу уделяя информации животного начала свое внимание и этим как доноры постоянно подпитывают и приумножают силу животного разума но духовно пробуждаясь человек начинает задумываться над этими важными для него вопросами он начинает понимать что до этого был всего лишь подневольным элементом воспроизводства такой массы и тиражирования информации от животного начала духовно пробудившись работая над собой человек по сути совершает свой истинный выбор он становится активным проводником воли духовного мира способствуя распространению истины в умеющемся искусственно созданном людьми информационном поле правда становится силой которая многократно приумножает его возможности не но он он не он Продолжение следует...